Что ж, как мы убедились, путешествие во времени возможно, и этот фантастический вывод не противоречит науке. Другое дело, что бегать в самоволку в собственное прошлое или в будущее для человека земного – дело довольно противоестественное, да и пустое. Ведь вмешаться в ход событий, как учат нас законы физики, всё равно невозможно. А делать это ради любопытства я бы, например, просто не стал. Сенсационные заявления сделали недавно археологи, наткнувшиеся на удивительную страшную находку из далёкого прошлого. Они нашли руины города, который, как полагают, был разрушен 3,5 тысячи лет назад в результате ядерного взрыва. И теперь возникает вопрос – неужели древние племена индийцев обладали секретом энергии атома? Одна из самых удивительных загадок археологии – руины древнеиндийского города Хараппа. Сегодня это территория Пакистана. Раскопки здесь были начаты почти сто лет назад, но учёных всё ещё ждёт немало открытий. Когда археологи смахнули пыль веков с величественных построек, они увидели нечто странное. Фрагменты руин представляли собой оплавленные каменные глыбы, слипшиеся в единую массу. Взрыв или удар был такой силы, что ничто живое не смогло бы уцелеть. Здесь произошло что-то ужасное, и это не мог быть обычный пожар. Изучение Хараппы показало, что это был крупнейший центр неизвестной и весьма высокоразвитой культуры. Она возникла в долине реки Инд более пяти тысяч лет назад. Вторым по величине городом был Махенджо-Даро, а вокруг них располагались более 800 мелких поселений. Цивилизация Хараппы готова побороться за право называться древнейшей в истории человечества. Но как погибла эта столица? Письмена, найденные в Хараппе и Махенджо-Даро, не могут расшифровать до сих пор. Науке неизвестен язык, на котором говорили их обитатели. Но ученые не оставляют попыток прочесть загадочные знаки и открыть тайну страшной гибели обоих городов. Рассекреченные недавно архивные документы Третьего рейха говорят, что в 30-х годах немцы предприняли несколько экспедиций на Тибет. Их организовали руководители оккультной организации Анненербе, института изучения наследия предков. Последний поход завершился за месяц до начала Второй мировой войны. Он проходил под личным контролем Рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Генриха Гиммлера. Посланники привезли сотни метров кинопленки и множество древних рукописей. После их изучения на стол Гитлеру лег доклад. Прочитав документ, фюрер лишился покоя. С тех пор его не покидала мысль о супероружии и возможности космических полетов. В поисках документов древних цивилизаций немецкие ученые и специальные зондеркоманды СС прошли не только Тибет. Они вывозили в Третий рейх сотни рукописей на санскрите и древнекитайском. Вернер фон Браун, создатель первых самолетов ракет, как-то обмолвился. Мы многое почерпнули для себя в этих бумагах. Для реализации определенных технологий важна не столько конкретный путь их реализации, сколько знание о возможности этой технологии. То есть если мы знаем, что технология возможна, то мы бросаем силы на то, чтобы ее реконструировать или воплотить. Вожди Третьего рейха не сомневались, что в древности существовала высокоразвитая процивилизация. Она владела технологиями совершенного оружия. Если бы немцам удалось открыть секрет этого оружия, они получили бы власть над всем миром. Не проще ли отыскать следы этих технологий и реконструировать эти самые технологии, нежели разрабатывать нечто принципиально новое. То есть этот допуск, он в принципе, как бы так сказать, при наличии действительно фактов существования этой цивилизации, он давал колоссальное преимущество. Сегодня историки уверены, что немцы добились определенных успехов в этом направлении. Именно этим объясняется мощный технологический рывок, совершенный немецкой оборонной промышленностью в годы войны. Ведь на основании этих разработок позднее было создано множество видов современного оружия. Откуда получила трейтеры их, я еще раз говорю, я полагаю, что это не связано с некими центрами. Я полагаю, что они занимались обратным инжинирингом, да, то есть в лучшем случае, если таковое было, имело место, скажем так, то они занимались тем, что пытались сопрячь древнюю мифологию, какую-то, да, пропустить ее сквозь сито рационального измерения, да, и попытаться там, ну, как бы реконструировать или создать вот технологию, некую действующую рабочую технологию на основании. Но кто мог в столь глубокой древности владеть такими совершенными технологиями, например, атомной энергии? И остались ли на Земле материальные свидетельства их использования? Самыми существенными артефактами ядерных войн, которые могли быть в прошлой геологической эпохе, это являются, конечно, воронки, которые по своей форме сопоставимы с воронками от ядерных, термоядерных взрывов, которые сейчас достаточно много и в Неваде, на Семисипалатинском полигоне и в некоторых других местах при искусственных ядерных взрывах в мирных целях для производства различных сооружений. Ну и, кроме того, это тектиты. По мнению официальной науки, воронки диаметром в десятки и сотни метров это следы от падения на Землю метеоритов. Однако во многих из них не удалось обнаружить никаких следов космического вещества. Зато часто находят тектиты, камни, оплавленные чудовищным жаром. Такое могло произойти только при немыслимой температуре и давлении. Из всех явлений, дающих подобный эффект, людям известен лишь ядерный взрыв. Его последствия очень точно описаны в шумерских плачах, древних текстах, выбитых в камни во время процветания старейшей цивилизации Старого Света. В них навечно сохранились рассказы о том, как черное облако накрывает некую территорию и все население гибнет. Все дела описываются, что Земля становится безжизненной, все умирают и умирают вообще по непонятным причинам. По симптоматике выпадения волос, проблемы с кожными покровами и так далее, очень и очень похожи на ядерное оружие. Там есть еще упоминание горячего ветра, то есть, возможно, взрывы, скажем, неподалеку, когда приходит ударная волна и приносит с собой еще плюс раскаленный воздух и так далее. Шумеры считали, что эти бедствия – результат разрушительных войн, которые ведут между собой боги – аннунаки и нефилимы. Оба божественных племени прибыли на Землю с планеты Нибиру. Они добывали на Земле золото и уран, и для обслуживания шахт и рудников им нужны были слуги. Слуги получились из местных обезьян, которым боги добавили частичку своей крови. Находка ученых, сделанная еще в начале 70-х годов прошлого века, будто нарочно подтверждает эту легенду. В Библии говорится, что существовали гиганты – сыны Бога, которые спустились на Землю. В Южной Америке сохранились сведения о живших там гигантах, которые были настолько прожорливы, что подвергали опасности существования людей, которые глотали все подряд. Я очень сильно подозреваю, что в Америке были найдены кости, изучение которых доказало существование гигантов. И уже потом, после обнаружения костей, возникли легенды, если они были такими большими, наверное, они были очень голодными. Такие истории люди рассказывают. Считается, что это сказки, но они базируются на реальных находках. Как следует из древних шумерских текстов, анунаки и нефилимы обладали воинственным характером и периодически воевали между собой. Впрочем, боги других народов были не менее скандальными. На всех континентах планеты сохранились мифы о воинах богов. О ком эти мифы? Кого древние люди воспринимали как богов? Похоже, ответ на этот вопрос можно найти в древних легендах. У большинства народов мира боги либо жили на небе, либо прилетели со звезд. Наука хорошо представляет картину прошлого. И эта картина зацементирована «это было так». Если вы находите объект, который не вписывается в эту схему, у вас, мягко говоря, появляются большие проблемы. Получить признание этих находок. Эти находки безо всякого исследования сразу огульно признаются фальшивками. Известный советский астроном Феликс Зигель был уверен, разумная жизнь в Солнечной системе зародилась на Марсе и Фаэтоне, планете, позже превратившейся в пояс астероидов. О разрушении планеты, в древности находившейся между Марсом и Юпитером, упоминается в легендах многих древних народов. У шумеров эта легенда об уничтожении Теомат. У греков о гибели Фаэтона. Суть истории такова. С помощью невиданного оружия боги разнесли на куски некую планету. В Махабхарате можно, и в Рамайане можно найти неоднократное описание того, как боги воевали между собой. При этом оказывается, что люди, которые жили на земле, просто наблюдали эти сцены, эти события, а сами продолжали заниматься земледелием, заниматься повседневной жизнью. То есть, скорее всего, вот эти прилеты богов на землю, совместное проживание богов и людей на земле, а также войны между богами, скорее всего, это было обычным явлением в древности, поскольку они на это обращали не так, не столь пристальное внимание, как, допустим, мы сегодня обращаем внимание на какие-то необычные летающие объекты. Из древних текстов складывается впечатление, что основная часть богов жила на другой планете и воевала в космосе. Наши предки-земляне строили с богами вполне конкретные отношения, порой довольно близкие. Иногда эти существа лично появлялись во время проведения религиозных ритуалов здесь, на земле. Некоторые переселялись на нашу планету и жили подолгу. И в писаниях описывается 33 миллиона таких полубогов, которые управляют самыми разными энергиями в природе, там существует своя иерархия, как такое правительство вселенское. То есть там очень много разных чиновников, которые так или иначе отвечают за определенные направления деятельности. Пока боги сражались исключительно на небесах, людей это никак не касалось. Однако позже театр военных действий переместился на землю. Когда драться начали боги, проживающие на нашей планете, людям пришлось не сладко. Самые яркие описания божественных военных конфликтов сохранились в священной книге древних индийцев Махабхарате. Потому что все, что в ней описано, вот эта великая битва на поле Куру, это как бы продолжение, или земной вариант, так сказать, перенесенное на землю продолжение великой извечной битвы богов и, значит, их антагонистов, противников, асуров. Ну, нельзя сказать демоны, потому что это скорее похоже на индийских, лендогреческих титанов, такие просто вот противники богов, антибоги. Злобные боги древних индусов оказались самыми вооруженными и очень опасными. Махабхарата рассказывает о совершенно фантастических предметах. Есть описание видов оружия, которые мы еще не понимаем. когда можно использовать каким-то образом какое-то оружие, какую-то стрелу, которая помогает, находясь на земле, наблюдать, как с экрана, наблюдать, что делает противник за много километров от нас. Каким образом? Мы пока еще не располагаем такой техникой. В древних текстах такая техника описана. Нам только предстоит расшифровать и понять, что имели в виду древние авторы. Индийские боги и герои предпочитали воевать, летая по воздуху на виманах. Согласно расчетам современных исследователей, эти летательные аппараты развивали в атмосфере скорость до 800 километров в час, летая на высотах от 10 до 12 километров. При этом они могли нести на борту 12 пассажиров и около 300 килограмм груза. Двигатели виман развивали тягу около 9 тонн, что сопоставимо с мощностью современных истребителей. Виманы в те далекие времена, о которых не говорится в вимане Кашастри, использовались, вернее строились, с учетом очень-очень тонких технологий, когда использовались не только грубые элементы, дерево, металл, камень и так далее, но и очень тонкие материальные элементы, очень тонкие конструкции создавались с помощью воздуха и эфира. То есть то, к чему современные ученые вообще еще не приблизились вплотную. Древний трактат Вимани Кашастра подробно описывает структуру виман, принципы их управления и даже виды топлива. В качестве основного топлива использовался способ нагревания ртути, который с помощью, благодаря чему повышалась, ну как-то вот, может быть, высвобождалась какая-то энергия, которая действовала как реактивная тяга. Ученые до сих пор не могут понять принцип действия этих летательных аппаратов. Однако индийские инженеры, которые всерьез занимались изучением виман по древним текстам, добились некоторых успехов. Было создано несколько сплавов, которые по авиационным характеристикам превосходят все современные вещества. Написано, что на борту виман были устройства, позволявшие сделать корабль невидимым для противника. Кроме того, пилот виманы мог каким-то образом видеть врага и отреагировать на него. Управлять виманой было нелегко. Небесный воин должен был хорошо разбираться в метеорологии, знать, в каких облаках и воздушных потоках может летать его аппарат. Кроме того, пилот виманы должен был владеть искусством ведения боя с помощью установленного на борту смертоносного оружия. Тонкие законы природы, тонкие силы, которыми, может быть, мы сейчас не умеем пользоваться, но наши предки умели это делать. Вот. Существуют и описаны самые разные виды, например, брахмастра. Брахмастра – это, судя по действию, это аналог ядерного оружия, который приводился в действие мантрой и обладал направленным действием. То есть он мог наводиться, брахмастра могла наводиться по звуку, причем не только по грубому звуку, но и по тонкому. То есть, скажем, любое движение сознания человека – это уже звук. В Махабхарате говорится, что страшное оружие индийских богов могло поразить сто тысяч воинов и десятки тысяч боевых слонов так же легко, как одну дохлую крысу. После его применения на обширной территории у оставшихся в живых отваливалась плоть, выпадали волосы и ногти. Женщины становились бесплодными или рожали уродов. Священное оружие богов вызывало симптомы, хорошо известные ученым, после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Среди коллекции этих видов оружия можно перечислять огромное количество. Их описано около ста видов. У каждого героя, у каждого персонажа было свое оружие, имело свое название и имело свой характер воздействия. Из этих описаний мы видим, что с помощью этого оружия можно было испепелить целый город с населением 50 тысяч человек. Что-то типа огнемета, но в огромных размерах. Были виды оружия, которые позволяли уничтожать все живое на земле. И в течение многих лет никакая растительность, никакого живого существа на этой территории не могло находиться или возродиться. Еще один вид божественного оружия массового поражения назывался астро-видия. Оно представляло собой стрелу, которую герой выпускал из лука. После чтения специального заклинания мантры стрела превращалась в тысячу стрел. Они вызывали эффект, подобный действию напалма. Использование мантры было своего рода техникой безопасности. Без нее оружие богов просто не работало. Астро-видию боги иногда вручали смертным героям за особые заслуги. При этом древние боги не были лишены гуманизма. Обучая героя пользоваться небесным оружием, брали с него клятву использовать только против врагов и беречь мирное население. За несанкционированное использование следовало суровое наказание. Как правило, оружие оборачивалось против самого нарушителя. И в Махабхарате упоминается о том, что Арджуна, когда преследовал врагов, татьев, он использовал небесное оружие, астровидию, искусство управления которым он научился у известных учителей военного искусства и у полубогов. И они даже просили его, не используя это дивное оружие у Арджуна, потому что оно ярче тысяч солнц и пронзает зародыши в чреве матерей. То есть, трудно отделаться от ощущения, что здесь что-то такое было, потому что современное ядерное оружие, вот этот фактор проникающей радиации, как раз он убивает, он такой, он нацелен на гены, происходит мутация и так далее, что показали вот эти ядерные конфликты. В 1922 году археологи нашли руины легендарного города Махенджадару. В центре уничтоженного города исследователи обнаружили воронку, подобную тем, что образуется при взрыве. Все дома вокруг нее были снесены мощной взрывной волной. Чем дальше к периферии, тем меньше разрушения. При этом скелеты горожан располагались так, будто люди перед катастрофой спокойно разгуливали по улицам. Значит, катастрофа наступила неожиданно и очень быстро. Но самое главное, мельчайшие частицы оплавленных камней, разбросанные по поверхности вокруг воронки. Следы загадочного оплавления сохранили и стены домов. Было очевидно, что город был уничтожен температурой, которая превосходила обычный пожар. У экспертов зародилась смелая версия, город погиб в результате ядерного взрыва. Могло быть оружие типа нейтронной бомбы, которая сейчас активно разрабатывается. Если есть по аналогам неядерное оружие, возможно, и оно, но главное, чтобы в результате таких взрывов образовывалась температура в 2000 градусов по Цельсию и давление в 400 тысяч атмосфер, то есть то, что необходимо для образования тектитов, в результате чего порода плавится. Образцы оплавленных камней Махенджадара были отправлены в Римский университет и в лабораторию национального совета исследований Италии. Анализы показали, оплавление камней произошло при температуре полторы тысячи градусов. Такая температура 3500 лет назад могла быть получена лишь в горне металлургической мастерской, но не на открытой территории и метеорит с этим вряд ли бы справился. По крайней мере сейчас мы знаем, что аналогом таких обширных оплавлений могут быть надземные ядерные взрывы, аналогами которых в настоящее время являются подобные следы на Симпалатинском полигоне, когда в 60-е годы испытывалось ядерное оружие и аналогичные следы на полигонах Соединенных Штатов, когда существовала вот такая когда две велики страны выясняли свой ядерный паритет. Еще одна находка подтверждающая смелую версию ученых 44 скелета с повышенной радиацией найденные в окрестностях Махенджадара. Исследовав останки ученые были поражены. Норма радиационного фона в костях древнего индуса была превышена в 50 раз. Спрашивается где человек тысячелетия назад мог добрать такой уровень реактивности. Ответ мне кажется здесь лежит на поверхности по крайней мере как бы понимаем что такие концентрации там урана или чего-то просто так на земле не валяются. Следовательно это так следовательно этот человек набрал такую дозу только либо при воздействии ядерного оружия либо при его эксплуатации неудачно если бы Махенджадара был единственным в своем роде гипотеза о ядерном взрыве трехтысячелетней давности не завоевала бы столько сторонников в том числе и среди серьезных ученых однако свидетельства применения в древности высоких технологий сохранились не только в Индии по моим данным на земле в настоящее время существует около 60 свидетельств о том что наши далекие предки пользовались каким-то разрушительным оружием то есть разговор не идет о том что на каждом упоминании стоит бирк что это было атомное или какое-то высокотехнологическое оружие но тем не менее многие из легенд сказаний говорят о том кстати говоря и материальных артефактов то же что применялось какое-то как сейчас принято говорить высокотехнологическое оружие и значительная часть таких находок как бы не сконцентрировано а наоборот разбросано на нашей планете то есть такие и легенды и упоминания материальные свидетельства присутствуют по мнению историков некоторые пустыни на земле хранят странные следы так к востоку от египетских пирамид на границе с ливийской пустыней обнаружены целые поля спекшейся стеклянной корки толщиной около 90 сантиметров похожее стеклянное плато находится на востоке Турции причем площадь этого остекленевшего покрытия несколько десятков квадратных километров к слову такая же корка образовалась в результате наземных ядерных испытаний на полигонах США и под Семипалатинском на территории Махенджедара сегодня пустыня Тар везде кругом пески где когда-то была цивилизация то же самое мы можем наблюдать пустыня Боби ливийская пустыня пустыня Сахара там же мы наблюдаем огромное количество разных построек начиная от египетских пирамид качая другими сооружениями причем огромного размера до сих пор мы не можем понять для чего они были построены кем они были построены но тем не менее во всех этих пустынях ученые обнаруживают тектит все эти находки могут служить наглядным фактом в пользу того что в древности использовались разные виды высокотехнологического оружия в итоге цветущие некогда земли превратились в бесплодные пустыни подтверждение этой гипотезе нужно искать в древних текстах по местным легендам в районе озера Лонар жил некий демон Лаван-Асур терроризировавший жителей близлежащих городов люди попросили о помощи бога Вишну и тот уничтожил демона с помощью сверхмощного оружия что это было за оружие можно только предполагать но очевидно что оно было гораздо мощнее ядерного но если например провести аналогию то скорее всего это была использована возможно какая-то ионная пушка которую недавно изобрели украинские ученые и в лабораторных условиях провели испытания получили температуру до 2 миллионов градусов которая может плавить любое вещество скорее всего здесь было использовано какое-то подобное оружие предназначение этого комплекса неизвестно в главной площадке выбита дыра а остальные строения будто разобраны на части и разбросаны по окрестностям какие инструменты использовались для создания этого шедевра и каким образом он был разрушен современная наука ответить не может на том же континенте в Перу в священной долине инков также найдено немало следов похожих разрушений Саксай-Уаман загадочная крепость которую основал легендарный первый инка Манко Капак пришедший из ворот солнца в Тиоанако она выглядит так будто пострадала от направленной бомбардировки другой археологический памятник Кенко лабиринт в скале вырезанный на высоте трех с половиной тысячи метров ровная площадка уходит внутрь горы и разветвляется галереями назначение его непонятно современным историком вся Южная Америка изрыта такими туннелями по самым смелым преданиям по ним ходят какие-то какой-то транспорт который перевозит каких-то жителей этих туннелей кроме того часто наблюдаются например в Аргентине Невада Де Качи вместе в горе Шастра в Америке описывают что какой-то шум гул слышен часто под землей как будто работающие какие-то механизмы загадочные подземные сооружения есть и в Египте это галереи или комнаты под пирамидами храмами и гробницами стоит лишь забраться поглубже очистить древние камни от тысячелетнего слоя песка и откроется фантастическая картина под пирамидами и храмами оборудованы самые настоящие высокотехнологичные бункеры неудивительно что египетская мифология тоже хранит рассказы об ужасном оружии богов при этом некоторые подземелья Египта явно использовались не только как укрытие например ступенчатая пирамида Джосера в городке Саккара из ее центра вертикально вниз уходит шахта которая заканчивается на глубине 27 метров квадратной площадкой размером метр на метр шахта абсолютно пуста никаких предметов в ней археологи не нашли зачем древним египтянам потребовалось рыть шахту глубиной с 9-ти этажный дом вся эта пирамида и эта камера внизу отделана гранитом а гранит как известно как губка впитывает радиацию с другой стороны если бы показать такое захоронение человеку с инженерным образованием или физику он сказал бы так ребята это явно не гробница потому что мы сейчас знаем приборы точного времени детекторы нитрины и тому подобное которые действительно закапываются на большую глубину чтобы никакие внешние воздействия на них не влияли ученые так и не поняли назначение этой шахты к шахте ведет коридор обставленный массивными колоннами а на входе в этот коридор изображена гигантская кобра официальная наука считает что эта кобра символ фараона однако независимые исследователи интерпретируют змею как обозначение волны излучения это кобра это смертельно опасно для человека то есть практически это знак тот самый знак который применяем мы сейчас в виде скелета в виде черепа с перекрещенными костями что туда дальше не входить просто любой бы инженер об этом догадался что это именно запрещающий знак что к этой камере вертикальной и шахте которая туда ведет лучше просто так не входить целая система подземных укрытий расположена на территории Турции в древнем регионе Каппадокия там археологи нашли множество входов подземные города некоторым из них минимум четыре тысячи лет сегодня найдено уже более двухсот таких поселений вырубленных в скальном основании плато некоторые дома имеют до восьми подземных этажей по узкому туннелю можно спуститься вниз в просторные комнаты и залы установлено что все они использовались для жилых комнат кухонь и складов с водой и провизией во всех подземных городах хорошая вентиляционная система и доступ к грунтовым водам каждый вход в такой город хорошо замаскирован и закрыт массивной каменной дверью причем что самое удивительное эти двери устроены так что их можно открыть только изнутри по мнению ученых в подземных городах Каппадокии во время войн пряталось окрестное население хетты от фракийцев христиане от римских солдат местные жители от арабских кочевников каменные укрытия могут защитить от любого удара или природного катаклизма странное сооружение есть и в России в долине смерти в верховьях реки Вилюй о том как они появились рассказано в древнем якутском эпосе Олоноко это в древности еще если коснуться якутского народного эпоса значит в древние времена с неба спустились пришельцы на гигантском дисковидном корабле корабль приземлился возле жерла древнего вот этого полевулкана как в легендах сказано бездонный провал следом за кораблем с неба спустилось гигантское вертикальное сооружение которое с оглушительным свистом вот это ввинтилось вулканическое жерло заскрежетала земля и поднялся небывалой силы ураган закрывший солнце когда тьма рассеялась местные жители кочевые тунгусы увидели посреди выжженной земли высокий железный дом увенчанный круглым куполом долгое время он испускал неприятные режущие слух звуки и постепенно уходил под землю внутри дома никого не было там всегда было тепло но человек от пребывания там заболевал и умирал и вот на этих территориях в некоторых местах люди находят обломки некоторых устройств неких шаров либо либо же это странные сооружения они явно техногенные это какие-то железные дома какие-то трехгранные остроги иногда земля тряслась из крежетала и из железного дома вылетал ослепительный шар он улетал за горизонт и там взрывался тунгусы называли его нюргун боа тур огненный удалец постепенно количество таких железных домов росло спустя века все они ушли под землю и на поверхности остались лишь круглые выпуклые крышки тунгусы называют их алгуи котлы сегодня их почти не осталось местные старики уверяют котлы ушли под землю с точки зрения местной геологии это возможно тяжелый предмет постепенно исчезает в вечной мерзлоте погружаясь в нее как в болото по другим сведениям большая часть алгуев была затоплена во время строительства Вилюйской ГЭС несколько лет назад чешские исследователи во главе с Иваном Мацкерле предприняли попытку найти котлы они сплавились по реке Вилюй и исследовали местность с помощью моторного параплана исследование таинственных котлов могло бы стать всемирной сенсацией до сих пор никому не удалось получить образец неизвестного твердого металла и нет никаких фотографий доказывающих существование котлов во время первой же разведки летчик Павел нашел пруд диаметром 100 метров в центре идеально круглая поляна с затопленным отверстием посередине чуть далее вниз по реке команда обнаружила еще один пруд поменьше под водой прощупывался твердый металлический купол но у исследователей не было возможности осушить участок здесь оно опускается вниз понимаешь как будто уходит вниз все дальше и дальше оно имеет гладкую структуру там находится вход там имеется отверстие винтовая лестница местные жители не зря уверяли котлы несут болезни и смерть после ночевки у круглого пруда руководитель экспедиции Иван Мацкерле внезапно почувствовал себя плохо он испытывал головокружение удушье озноб не мог стоять на ногах видеть есть и пить похожие симптомы наблюдаются у людей подвергшихся радиоактивному облучению сердце сердце у него наверное я не знаю сколько это будет стоить но вообще это дорого летолет если честно нарисовать чешские исследователи прервали поиск котлов тем более что у них все равно не было оборудования для исследования круглых озер подобные следы высоких технологий древнего мира можно найти по всему земному шару на всех континентах когда все случаи в совокупности удается наложить на карту мы можем утверждать одно что если когда-то существовала некая процивилизация это было не какое-то локальное расселение будет там какая-то атлантида или что-то то есть эта процивилизация действовала в рамках всей планеты многие из загадочных древних сооружений наводят на мысль об их военном предназначении однако противники гипотезы ядерных вооружений древности приводят логический аргумент для создания любого высокотехнологичного оружия необходима серьезная производственная база урановые шахты заводы испытательные полигоны производство ядерного оружия это очень разветвленная и обширная производственная цепочка начиная от урановых родников и заканчивая сверхсовременными лабораториями таких следов никогда на планете найдено не было или даже подобных сооружений которые можно было бы интерпретировать как остатки соответствующих производств древних однако оружие похожее на ядерное создавали и использовали в основном боги живущие на небесах можно предположить что его производство и находилось на их родных планетах впрочем может быть и так что пришельцам с далеких звезд и вовсе не нужны были громоздкие технологические базы по выводам исследователей оружие богов включается и работает с помощью заклинаний возможно оно основано на акустических технологиях это оружие очень важно это отметить оно никогда не описывается как механизм механизм это на санскрите было бы янтра а это оружие это прежде всего мантра мантра то есть бог сообщает мантру заклинания формулу магическую которую герой когда употребляет то магически эта мантра оказывает воздействие на поиск противника как описывается это воздействие то воздействие значит может быть там скажем все войско сгорают в пламя или войско это погружается в сон или войско охватывает панический ужас и они все там включая всех животных в ужасе разбегаются в разные стороны агрессор возникнув сам себя и уничтожил в конце концов или группа агрессоров по сути дела все это сошло на нет так или иначе мир очень гармонично устроен если все находится под контролем и если кто-то пытается разрушить мир то но вот об этом говорится в частности в древних писаниях говорится о том что это невозможно тот кто не создавал этот мир этот мир разрушить не может нет таких механизмов просто никакой ядерное оружие не может разрушить этот мир просто так древние верили у этого мира есть творец и попытки отдельных созданий изменить существующий порядок обычно приводят к их гибели а вовсе не к разрушению мира что касается Гитлера ну да они пытались получить доступ к каким-то тонким технологиям много слышали об этом что да действительно были такие попытки вот но я подчеркиваю что это невозможно в том случае если люди имеют какие-то деструктивные цели это просто невозможно в конце концов обязательно придет к тому что они разрушат сами себя в первую очередь впрочем человечество подобными соображениями не остановить и она с завидным упорством пытается узнать секреты древних цивилизаций кто знает было ли совпадением то что отец атомной бомбы Джулиус Роберт Оппенгеймер во время первого испытания своего адского изобретения произнес стих из Пхагавадгиты мистической поэмы входящей в состав Махабхара означает ли это что американского физика вдохновляли доисторические баталии либо он точно знал о чем писали индийцы вот произнес такой стих который я могу зачитать даже на санскрите как он звучит значит это следующее если тысячи солнц встанут одновременно взойдут на небо то их свет будет подобен сиянию этого великого существа легенды древних народов не только описывают войны прошлого там же содержится предостережение о будущем там говорится о том что через некоторое время там дается такое предсказание люди снова получат доступ к такой технологии и построят такие летательные аппараты будут путешествовать по разным планетам правда это вызовет определенные проблемы тибетские монахи тысячи лет хранят предсказания о Шамбалинской войне по преданию когда-то сам Будда передал королю страны Шамбалы тайное учение Кала-Чакры оно позволило всем жителям страны переселиться в иное измерение Шамбалы и сейчас находится там предсказание гласит последнего из королей Шамбалы ждет Великая война Некая глобальная империя властвующая на земле захочет овладеть духовными богатствами Шамбалы и с помощью ученых найдет порталы в иные измерения Захватчики будут вооружены самыми совершенными видами оружия но Шамбала сумеет отыскать оружие которое использовали древние цивилизации земли и с его помощью победит агрессора вот в этом трактате есть описание военной техники военной техники войска Шамбалы вот этой самой таинственной этой страны значит где-то в недрах Гималаев откуда потом вот выйдет войско царя Шамбалы или Майтрея и который покончит со всем злом на земле уничтожит это зло тем временем археологи находят в Индии все новые странные артефакты в долине реки Инд к западу Аджотхпура было обнаружено множество участков со следами радиоактивного пепла это в многотысячелетнем культурном слое и только начались раскопки одного неизвестного древнего города в северной части страны между Гангом и горами Радж-Махал к своему изумлению ученые опять обнаружили оплавленные и расплющенные камни древние знания предков это сокровища которые хранят в себе скрытые тайны вселенной а возможно и происхождение человечества эти знания несут мудрость и забытые технологии возможно внеземного происхождения вот только готовы ли мы разгадывать все эти секреты и с и и и